В ситуации какая, отток кадров, люди уходят, не выдерживают, вызовов много. Люди просто уходят, начинающие специалисты, молодые, не приходят, так как зарплата низкая, а работа там очень серьезно сложная. А те старые кадры, которые работали раньше, просто не выдерживают физической нагрузки, потому что много уже людей в возрасте за 40. И просто не выдерживают, находят себе более достойно оплачиваемые места и уходят со скорой помощи. В целом материально-техническая база на скорой помощи, транспорт изнашен на 100%, 60% транспорта. Медаппаратура тоже изнашивается, практически не обновляется. Чего мы требуем? Чтобы медицина не была коммерческой, чтобы сохранялась бюджетная медицина, чтобы реформа проводилась так, как, в принципе, озвучивала Скворцова. Чтобы не было повальной коммерциализации, чтобы зарплата была у медиков достойной, чтобы исключить эти сверхнагрузки. Вот вы представляете, у нас сейчас основная масса бригад неукомплектована. В Рженкинском районе вообще катастрофа. У них вместо 13 бригад в ночь выходит 8-9 бригад по одному человеку. То есть вместо 27-28 положенных человек у них выходит 10-11. Люди испытывают сверхнагрузки, они не выдерживают. Их начинают дергать еще по всяких мелочам. Они просто увольняются. И ситуация усугубляется. Нам говорят, что вот вам все вернули, вам все дали. За отсутствующего работника доплачивают 2% за месяц. Вот в цифрах это будет так. Вот 46 рублей стоит час работы фельдшера. 2% это будет 93 копейки. Вот по нынешним временам много или мало, решайте сами. Кто будет за такие деньги работать, что вот при таких сверхнагрузках. В реанимационных бригадах, вот издали распоряжение, будут оплачивать эти 2% только в том случае, если они проводят интенсивную терапию. А так как реанимируют они, может быть, два раза в сутки, то они будут получать, может быть, рубль 40, рубль 50 за сутки. Но на трамвае, может быть, в один конец они заработают за месяц. Вот как это в цифрах звучит. То, что город добавил, стали полторы тысячи доплачивать, это только до Нового года. Но уровень сверхнагрузок, он не перекрывает уровень зарплаты. Поэтому люди ищут другое место. Многие просто уходят из медицины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова